В этот день, 73 года назад, Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Она продолжалась 900 дней и оставила после себя в памяти людей известные символы. Бомбежки, метроном, дорогу жизни и знаменитый блокадный хлеб. Из-за нехватки продуктов его готовили из чего могли. Студенты и работники Барнурского техникума попытались воссоздать рецепт. Входит в хлеб у нас ржаная мука, целлюлоза, дрожжей нет, соли нет, опилки. Игорь Александров из тех, кого называют детьми блокады, прежде чем его эвакуировали. На Алтай он успел запомнить вкус этого хлеба. У нас он разделялся так, с бумагой и с опилками. Два сорта хлеба. 70 лет прошло, да? Трудно сравнить, как по вкусу хлеб. Но там хлеб был, конечно, он гораздо ценнее, чем сейчас делают, потому что это была жизнь. Что это была за жизнь, гости-студенты легко смогли представить. Я не думаю, что в наше время бы нынешнее поколение смогло бы съесть даже 100 грамм этого хлеба. Больше, похоже, смесь песка с опилками. То есть хлеба не чувствуется. Они ели около 100-150 грамм в день. И при этом еще работали под обстрелом. Организаторы и участники уверены, такие пусть необычные, акции важны и нужны. Один такой кусочек может стоить тысячи громких слов о цене победы. А еще те, кто попробовал блокадный хлеб, возможно, начнут больше ценить хлеб сегодняшний, мирный. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город».